Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья и вы смотрите видео дальше с новостей о Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Основатель проекта Skyway Анатолий Юницкий лично провел испытания системы распознавания объектов, установленной на струнном транспорте. Для Unicont разработали новую систему охлаждения, которая предусматривает набор решений в случае отказа различных элементов и помогает повысить безопасность передвижения. Информационная служба Skyway опубликовала видео сессии вопросов и ответов с Анатолием Юницким, которая прошла на Экофесте. В ближайшее время начнутся испытания высокоскоростного юнибуса, которые помогут определить проблемные участки, усовершенствовать их и подготовить транспорт к серийному производству. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. На прошедшей неделе изобретатель струнного транспорта Анатолий Юницкий лично провел испытания системы распознавания объектов, установленной на струнном транспорте. Теперь можно однозначно сказать, что юнибус умеет распознавать человека вне зависимости от того, что тот делает – бежит, прячется за опорой или стоит на пути. В системе Skyway все сообщение происходит на высоте нескольких метров, безопасных для человека, животных и наземных транспортных средств. Однако есть участки, где целесообразно будет прокладывать дорогу на низкой высоте. Отсюда возникла необходимость научить машины не просто общаться друг с другом или взаимодействовать внутри транспортной сети, но и реагировать на незапланированные спонтанные действия. И в первую очередь на человека. Новая проверка систем безопасности позволила убедиться, что ни птица, ни предмет на пути, ни бегущий человек не способны нагрудить юнибусу. Инженеры Skyway разработали новую систему охлаждения для юниконта, которая повысит безопасность движения транспортного средства. Напомним, что юниконт – это навесное самоходное берельсовое транспортное средство для транспортирования морских контейнеров. Система охлаждения в юниконте нужна, чтобы отводить тепло от элементов, нагреваемых в результате его работы – моторов, инверторов, накопителей энергии. Система охлаждения помогает не допустить перегрева этих систем и повысить безопасность транспорта. Сейчас юниконт находится в активной рабочей фазе. Документация по нему на 95% передана на производство и уже изготавливаются основные узлы. До конца года пройдут стендовые испытания в цеху. Продемонстрировать юниконт можно будет после того, как к работе будет полностью готова шестая линия в эко-технопарке. Ее строят специально для грузового транспорта. Генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий выступил на ежегодной презентации струнных технологий на эко-фесте 2019. В завершении выступления он ответил на вопросы инвесторов и гостей мероприятия. Задать свой вопрос Анатолию Юницкому мог любой желающий. К сожалению, из-за временных ограничений взять слово удалось не всем. Однако вы можете задать любой интересующий вас вопрос, написав на почту info.sobak.rsvdfsystems.com. В какие сроки пройдут 14 и 15 этапы развития проекта? Когда начнется строительство линейных городов? Зачем нужно создавать новый вид транспорта, если можно поставить на скруный обычный автомобиль? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в разделе новости на нашем сайте. Высокоскоростной транспорт – настоящий повод для гордости всех, кто причастен к проекту SkyWay. Красивый, обтекаемый, футуристичный, обладающий уникальными аэродинамическими характеристиками, на практике близкими к теоретическому пределу. Впервые его показали в Берлине на выставке InnoTrans 2018, где он привлек большое внимание гостей и прессы. Сегодня высокоскоростной юнибус готовится к испытаниям. В экотехнопарке для этого уже модернизировали поверхность качения на ферменной эстакаде и изготовили мул – модель транспорта, которая полностью повторяет внешний вид и все узлы юнибуса, но в которой обеспечен быстрый и прямой доступ ко всем элементам. Испытания помогут инженерам определить проблемные участки, пути их усовершенствования и спрогнозировать сроки проведения технического обслуживания. Когда все вопросы решат, транспорт можно будет запускать в серийное производство. Это были все главные новости на этой неделе, мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok